Итак, остались лишь стены до сени. В поселке Аксеново-Зилово Чернышевского района сгорел недавно построенный дом. Его также, как и более ста других, возвели по распоряжению Владимира Путина после того, как он побывал в поселке проездом. Тогда же было выделено более полумиллиарда рублей с краевого федерального бюджета. Почему деньги превратились в пепел и как сейчас живут погорельцы, выясняла наш корреспондент Яна Легун. Две большие многодетные семьи вместе со своей живностью после происшествия ютятся под одной крышей. Рассказывают, пожар произошел так мгновенно, что едва успели спастись. Я пошла, вышла, смотрю, а у меня в котле щелкат, щелкат. Я на потолок посмотрела, а у нас как идет труба вверх, а там железячка прибитая к потолку. И она уже, смотрю там в дырочку, там уже огонь. Новостройка, словно бумажный домик, вспыхнула за считанные минуты. Огонь побежал по крыше, расплавил окна и съел потолочные перекрытия. В итоге от строения осталась лишь кирпичная основа. Поломанная мебель да немного вещей, все, что есть у погорельцев. Пострадавшим семьям разрешили переехать в новый дом с неподключенным отоплением. Дали нам ключи, где хотите, берите воду. Где хотите вот эту горячую воду в систему 300 литров. Ни воды, ничего. Детей мы раздали по родственникам, по всем. Вот что смогли, вот за вот эти 30 минут вытащили только документы. Вытащили вещи и все. Как жить дальше, на что купить детям одежду и новые учебники, пострадавшие не знают. Соседи помогают, чем могут. А местная администрация обещает только материальную помощь от 5 до 10 тысяч рублей на одну семью. Люди должны будут прийти в администрацию, написать заявление, предоставить также справки с пожарной части о том, от чего произошло возгорание. По предварительной версии, причина возгорания – неправильный монтаж системы отопления. Если эта версия подтвердится, значит в опасности и другие строения. А их ни много ни мало – 127. В страхе за свои дома местные жители организовали круглосуточное дежурство и ждут официального заключения о причине пожара. Яна Легун, Александр Смирнов, Вести, Чита.